На неделе в центре внимания саммит глав стран СНГ в Киргизии. В Бишкек прилетел президент России Владимир Путин. Это первый зарубежный визит для российского лидера в этом году, но крайне важный. Есть вопросы, которые лучше решать не по телефону, а с глазу на глаз. Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым одна из первых в графике российского президента. Главная тема – ситуация вокруг Карабаха. Конечно, вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, чего-то надо прямо сказать. Но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Я предлагаю нашу работу построить следующим образом. Мы тогда, может быть, со второй части начнем и дадим возможность коллегам высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся, и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и, так называемых, чувствительных вопросов. Ильхам Алиев с удовольствием согласился пообщаться с российским лидером, как говорится, с глазу на глаз. На самом деле вопросов много, и я считаю, что ваше предложение вполне разумное. Сегодня мы с коллегами поговорим по двусторонней повестке дня, тем более, что у нас есть о чем поговорить. Результаты этого года очень впечатляющие и по товарообороту, и по промышленной кооперации, по сотрудничеству в транспортной сфере. Очень много новых проектов. Ну, а потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности. Подробности переговоров тет-а-тет не раскрывались. Правда, накануне встречи помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Алиев при личной встрече в Бишкеке затронут тему Карабаха, в том числе вопрос о российских миротворцах, которые находятся в регионе. Российские миротворцы свернули часть наблюдательных пунктов, но, как заявили в российском МИДе, Москва считает пребывание миротворческого контингента в Карабахе востребованным как сейчас, так и в будущем. Нет сомнений, что Путин и Алиев найдут компромиссное решение. Скорее всего, обсуждались и другие чувствительные вопросы, в том числе и поведение Армении. Ереван намеренно обостряет отношения с Россией и с помощью своих западных партнеров вставляет палки в мирную колесницу Азербайджана. В Бишкеке могла состояться трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, но премьер-министр Армении отказался лететь в Бишкек. Также Пашинян отказался посылать Бишкек к министра иностранных дел, хотя договоренности о встрече были. Об этом президент Азербайджана рассказал накануне поездки в Киргизию. Хотел бы также проинформировать вас, что 12 октября, через день, по предложению российской стороны должна была состояться встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Бишкеке. Посредничество Российской Федерации мы воспринимаем с благодарностью, поскольку Россия наш сосед и союзник, а также союзник Армении. Эта страна находится в нашем регионе, в отличие от тех, кто находится за тысячи километров. Естественно, история отношений между нашими странами, она, естественно, предполагает посредничество российской стороны. Мы восприняли позитивно это предложение, и наш министр иностранных дел готов был встретиться с российским и армянским коллегой. К сожалению, армянская сторона от этой встречи отказалась. Вот теперь вопрос возникает, хочет ли Армения мира? Я думаю, что нет, потому что если бы хотела мира, не отказывалась бы от этой возможности. Премьер-министр Армении 6 часов летит в Гранаду, участвует там в непонятной встрече, где обсуждается Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может. У него важные дела. Вот это все мы должны открыто говорить. Это все все видят, но это надо говорить и исходить из этого. Пушинян поездки в Бишкек предпочел встречу со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу. Пушинян дает понять, что теперь возможен против посредничества Москвы в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Армянский лидер предпочитает встречаться с Алиевым только на европейской или американской площадках. Ихам Алиев своим отказом от поездки в Гранаду на пятистороннюю встречу с участием президента Франции тоже дал понять, что сидеть за одним столом с Макроном сейчас он не собирается. Президент Азербайджана готов завершить многолетний конфликт и вовсе без посредников. Мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае, если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги к правде, не к Азербайджану, а к правде и к международному праву. Российские эксперты считают, что этот вариант устроил бы сейчас и Азербайджан, и Армению. Но у Пашиняна много советчиков среди европейских лидеров, которым не выгоден такой расклад. Не все были, скажем так, мягко говоря, рады. Не все страны и центры силы рады происшедшим изменениям в регионе. Мы видим, во-первых, достаточно такую противоречивую и зачастую двуличную позицию официального Еревана, который, с одной стороны, признает территориальную целостность Азербайджана, с другой стороны, опять же, пытается привнести сюда элемент воздействия на ситуацию внешних игроков. Видим абсолютно деструктивную позицию такой страны, как Франция, которая по-прежнему не просто поддерживает Армению, а стремится торпедировать любые мирные и созидательные процессы в регионе Южного Кавказа. По мнению российских экспертов, отказ приехать в Бишкек – это очередной Димарш Пашиняна, который продолжает политику дистанцирования от России. Лично отказавшись от участия в саммите глав государства СНГ, все-таки это чисто политическое и антироссийское, конечно, решение. Пашинян показывает, что для него интеграционные процессы и взаимодействие на постсоветском пространстве не важны, не являются политическим приоритетом. Однако Россия не заинтересована потерять Армению. И, несмотря на недружественные выпады армянского руководства, не сжигает мосты, а призывает к здравому смыслу. У нас глубокое убеждение, что армянский народ в своем подавляющем большинстве заинтересован в развитии традиционно исторических братских связей с Российской Федерацией. И, обращаю ваше внимание, что пару дней назад премьер-мистр Пашинян давал пресс-конференцию, интервью. И в нем он четко сказал, что Армения не меняет свои ориентиры. Будем надеяться, что эта позиция возобладает, несмотря на попытки утянуть Илья Иванова в другом направлении. Пашинян действительно сделал ряд громких заявлений, в которых заявил, что Армения не отказывается от взятых на себя обязательств. В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, никуда не выходили. Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства. Исходя из слов Пашиняна, Армения пока остается членом ОДКБ и не попросит российскую базу на выход. Ранее Пашинян заявлял, что Армения покинет ОДКБ, если решит, что эта структура стала недееспособной. Российские эксперты считают, что не время обид, время конструктивного диалога. Работать надо с Пашиняном. Я и вот оставюсь убежденным сторонником, что даже в этой ситуации резкого ухудшения отношений с Пашиняном надо работать. И с его командой надо работать. Если нет других возможностей, чтобы власть в Армении поменялась. А их, видимо, нету. Должен быть разумный прагматизм и превалирование российских национальных интересов. Они все заключаются в том, чтобы Армению не потерять. Все рычаги для этого есть. И это не угроза и не силовой вариант, а новый формирующийся экономический союз. Об этом во второй части нашей программы.